Моя Родина Сибирь необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка. Кажется, пятый фильм за сегодня. А знаете почему пятый, а не первый, второй? А потому что работать неохота. Привезли машину дров, надо колоть. Я два колол, третий я рассказывал, сил не хватило, пошел фильмы снимать. Вроде делом занят. Вот смотрите, ну какая тема, например, оккультуренные Сибирьки и Гранецкие одичавшие. Я их различаю, знаете почему? Потому что Сибирьки имеют свои. Особенности оккультуренные Сибирьки, а одичавшие Ранецкие другие качества. Они различаются. Перед вами сейчас одичавшая Ранецкая, вот она, смотрите, видите. А оккультуренные Сибирьки, они меньше, причем Ранецкие на отдельных деревьях имеют свои особенности. Какие-то качества от культурных, часто от пипинов. Но это уже подробнее пока не буду, а то соскучаете. Величайшая ценность в масштабах даже России. Величайшая. Но, конечно, они никому не нужны. Я потом что-то не могу продать. Сибирьки я продаю промплодиками, а в них, допустим, штук 5. 10 рублей. Выгодно, выгодно. Но, все равно не надо. Итак, значит, я сейчас снимаю с себя этот аппарат. Кладу так, чтобы видно было. И посижу в ногах, правда, нет. Так, знаете, куда он будет смотреть? Вот на эти самые... Это мой, как бы, дикий садик. Надеюсь, видно, сейчас посмотрим. Что-то видно, нет, сага видно. Вот это мой дикий садик. Если приблизить, вы увидите, сейчас на нем, на оккультуренных сибирках, там сейчас тысячи плодов. Просто с такого расстояния не видно. Ранятка, дичавшая поближе, я показал. Откуда оно взялось? Когда я сюда приехал, здесь не было ничего. Вот, оно взялось самосевом и размножилось, распространилось. И стало моим, моим эльдорадом. Я имею ввиду, что это бесценное сокровище. Рассказываю, как было дело. Это второй этап. Вот, первый этап такой. Итак, приходит весна 85-го года. И так я становлюсь владельцем просто дачи. Деревянный домик из-за пивок. И плюс нему 10 соток. Тогда с этого все началось. И тогда я сказал себе, руки чешутся, пойду по магазинам, пойду скупать все, что надо. Ну, вы знаете, деревья, я-то начинал с предстоятельного хозяйства, она вышла чуть раньше. По-моему, первое издание было в 82-83 году. Я взял участок в 84-м. Получается, что я уже чего-то читал. И надо было скупить весь магазин с мазями, с этакими катами, с этим самым, с секаторами, с пилами. Потому что не успеешь вырастить, уже спиливать надо, вы знаете, в Сибири, однако. Вот. И вдруг мне, это было, еще раз, мне было много чего-то особенного, не как у людей. В данном случае было что? У меня бабушка жила рядом, но ей уже тогда было лет 70, царство небесное. Как случилось? Разговор зашел. Она сказала, Валера, не ходи на рынок. Вон, это, откуда она это знала? У нее в самой-то сада толкового не было. Вот. Ну, знала. Видите, вон, тайга-то, отойдешь там метров 200. Вот. Яблоньки дикие, накопай их себе домой. Ну, к себе, поближе к дому. Я говорю, а я их не знаю, как выглядеть. Ну, бабушка поворчала и повела меня в тайгу. А тут сразу, вот она, с отрона улицы, там один ряд домов, и вот она тайга. Вот, говорит, вот они. Я посмотрел, а их только с одного места сотни видно. Причем все такие, как я понимаю, одно-двух-трехлетние. Я тогда не знал, что они все корневые отводки. Для меня это было просто. И я тут же сказал себе, искать буду культурные яблони с прекрасными плодами. Мне нужны ветки. Ну, кто-то еще, видимо, шептал мне на ухо, потому что потом это развило целую систему. Мои ночные бдения. Когда я начал учить людей, еще сам ничего не знаю, но довольно толково учил других. Это уже был следующий этап. А этот этап, я быстро познакомился с разным народом. Вот, яблони у многих росли. И уже в 86-м году, к весне, я был уже вооружен десятком двумя сортов яблони. Вот. Посадил с рынка тут же эти волочные вишни. Тут же их мне зайцы съели. Зайцы съели, я им тут же отомстил. Я тут же, это самое, некромовое с собой с навиской еще привез. Охотник же в душе. Привез нехромовую проволоку, тут же понадел петель. Вот. Четыре зайца. Все четыре зайца были пойманы, собакам скорблены. И все. Больше ко мне... Ни разу за 40 лет, за оставшиеся 38 лет, ни разу ко мне зайцы не наведывались. Ну и забор надо было покрепче сделать. Идем дальше. Ну-ка, идет запись. Или я вообще это зря говорю. Не вижу, не вижу. Ага, идет. Значит, следующий момент. Я включил мозги. Это меня всегда отличало от людей. Ну, назовем, от среднестатистического. Прошу прощения. На проводе. Привет. Так, давайте так. Я сейчас добавил звука. Да вы угадали. Я сейчас уже снимаю фильм про Дикие Яблони. Вот. Или потом поговорим. А вдруг вы что-то скажете по теме? Начните разговор. Не понял, что? Начните разговор. Вдруг как раз для съемок пригодится. А, разговор. Ну, я просто хотел с вами переговорить. И вот сейчас зима идет. Видите, ролики ваши смотрю. Не все успеваю просматривать. Много интересного пропускаю. Времени просто не хватает. Вот. И я хотел это вот узнать. Очень интересные были ролики по груши, по яблоке. По яблони зимние. Зимний сорт именно. Вот. Я хотел узнать. То есть, вот эти редки, которые вы по двое или прямой. То есть, когда их можно приобрести? Весной или сейчас можно? Давайте так. Я отвечу. Потом я буду продолжать съемку. А вы мне каталог захожите вечером. Напишите по WhatsApp. Сможете? Ну, да. Да, да, я... Я вам быщу каталог черенков. Он, конечно, почти готовый. Но им можно уже пользоваться. Цены не поднимал. Так. Вот. Когда вам можно будет позвонить, чтобы... Ну, часа через 3-4. Да лучше по WhatsApp написать просьбу. Все. Все, я вас понял. Все хорошо. Давай. Денис Каева. Всего доброго. Ага. Всего доброго. Да. Всего доброго. Так. Ну, будем считать, чтобы тему. Хоть что-то лишнее бы узнали. Что каталог черенков готов. Самое интересное. Вы знаете, что, друзья? Очень редко, но у меня заказывали черенки сибирок, уссурийских груш. Этих самых. Хотя я их не приваю, но черенки, значит, китаях. И черенки маньчжутских абрикосов. Вы не поверите. Я думаю, вот это наши люди. Это значит, он приведет на что попало, неважно. Получит через несколько лет уже собственные семена. Подвойные. А почему это надо? Сейчас поймете, я продолжу этот разговор. У меня еще достаточно времени для этого есть. Они у меня отключаются через каждые 20 минут, это самое видео. Так вот, слушайте дальше. О, на чем я остановился. Так, ага, я самое, сработало тут же у меня лучшего изобретателя города Норильска, если у меня такая, это, диплом. Вот, у меня тут же сработало. А на кой черт я буду таскать, когда потом перенесешь. Они будут искалечены. Год ждать, пока приживется. Сразу приживешь, это, сразу привьешь, перенесенное, еще меньше будет годного материала. И я беру, а ты смотрю, коровы ходят прямо по тайге, да. Я беру, рискуя, не выкапывая, прямо там же прививаю. Ну, тогда я про бутылки именно кровать я еще не знал сам. Да, их и не было, пластмассовых бутылок. И при, при, это, сухой травой так припорашивал, чтобы прививки, во-первых, не было видно посторонним. Вот. Ну, а коровы, авось не наступит. И тогда, потом я жду три недели, прихожу. Опа, половина пошло. А я новичок. Представляете, а я новичок. А я тогда выкапываю какие, которые пошли. А они все. Сработало, это, инстинкт этого лентяя, я себя так называю. Я много, от лентяйства много открытий сделал. Нет, не так, не от лентяйства, а от того, что времени не хватало. Это одно и то же. Что делать, когда это? Не успеваешь ничего. А ничего и не делать. И вот, когда вам оказалось, что ничего не делать, у меня результат лучше, чем если бы я все это делал. Ну, вы же знаете мою точку зрения. Вот сейчас звонил человек. Вот. Ну, понятно, не успевает смотреть мои ролики, а ему все нравится. И вот очередной ролик перед вами. Значит, что? Значит, я уже рассказывал, скажу коротко. С этого начался яблоневый сад. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok